Есть подача и вопросы задавайте, что вы не слышали. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, мы продолжаем про бациллину. Это назор, который получен из бациллины туберкулеза. Суберкулезная палочка. И ее взяли из мокроты. И это первый эксперимент от Бернетт. Это гомеопат. Его широко используют как в хронических случаях, так и в острах. И обычно при респираторных заболеваниях мы используем бациллину. Продолжение следует... Итак, мы вчера говорили о том, что во всяких опасных для жизни и здоровья случаях, возникших по разным причинам. Если начинает привлекаться легочная ткань процесс, то бациллину очень хорош. Продолжение следует... 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 Так же при лечении туберкулеза, вацелином очень безопасный препарат. И в случае диаре или индижетин, или в других условиях, когда нет других препарат, то есть бацелин будет уходить. А также если болезнь начинается с диареи, с нестварения, а потом все это переходит в кашель, и другие препараты не помогают, то обычно доза пасцелином убирает это состояние. А обычно обострение у препарата ночью или рано утром. А хуже от холодного воздуха, от холодной погоды. А также в случаях дифтерии работают очень хорошо препараты. А хуже от холодного воздуха, от холодного воздуха, от холодного воздуха. А хуже от холодного воздуха, от холодного воздуха, от холодного воздуха. А если симптомы совпадают, он хорошо очень действует. Туберкулинум и бациллины, они подпорожены в два способа. Один из них, они изолированы от лунг-тишка, которые уничтожены от туберкулины. И от спутома. От спутома называется бациллинум. От болезни это называется туберкулина. Мы вчера уже говорили, что туберкулинум от бациллинума отличается способом потенциирования. Что берется в качестве первоначального продукта? У туберкулинума это пораженное легкое, кусок пораженного легкого. А у бациллинума это мокрота из этого пораженного легкого. Это всегда рекомендуется использовать 30-е и больше потенции. Более 30-е потенции, это не должно быть использовано. И, как всегда, с мозгодами нельзя использовать низкие потенции, но у бациллинума можно использовать 30-е. Ну, естественно, 200-е и выше. И ниже нельзя. И мы используем это разный объемы. В результате есть различные типы именноа имеющиеся, К game-ыначе есть низкие ответы. Не надо повторять, потому что интернет-connection не может быть хорошим. При высокой температуре, при простудных заболеваниях мы его используем разными способностями. Обычно при высокой температуре, при заболеваниях с высокой температурой, мы используем вацелину, гептомицину, антимониум тартарикум, текину и туберкулину. Когда есть кашель, простуда, температура. И симптомы корроза. И никаких других специфических симптомов. Тогда при таких общих симптомах мы даем вацелину. Если у них есть какие-то материалы, какие-то специальные препараты, то мы начнем с этим препаратом. Но если пациент показывает картину какого-то препарата в своей совокупности симптомов, тогда мы берем тот препарат. А если только такие общие, потому что насморк, насморк, кашель, температура – это очень общий. Или если очень высокая температура и такое тяжелое состояние, и мы не можем дать специфический препарат, просто чтобы не вызвать обострение, потому что очень острый состояние. Тогда мы можем дать сначала бацелином, а потом уже по симптомам. Возвращение в течение, как идиотипо, 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 после определенных препаратом, после этого деморкта, то есть интенсивные симптомы и февер, то мы обычно повторяем бацелином в 12-hour дозе или 24-hour дозе. Или в таких случаях, когда мы по совокупности симптомов дали на какой-то препарат, который подходит в данном случае, но сильное ухудшение, температура еще выше, состояние еще тяжелее, тогда мы уходим с этого препарата и даем вот этот бацелином 30 каждые 12 часов. А если же состояние, когда у человека там клокочет все, но у него нет сил отхаркнуть и состояние у него есть температура и все, тогда мы ему даем антимониум тартарикам для того, чтобы он сумел вот это вот, для того, чтобы появились силы и у него вся слизь начнет выходить, если ему дать антимониум тартарикам в таком состоянии. Иногда сам пациент говорит, я чувствую, что у меня там полно слизи, но когда я кашлю, я чувствую, что я не могу ее отхаркнуть, она не выходит. А когда высокой температурой и преобладающим симптомом является слабость, он не может ни ходить, ни пить, ни есть слабость на первом месте, тогда мы даем хину. Почему не антимониум альбом? Я спросила, почему не антимониум альбом? Потому что в другой школе дают антимониум альбом, но все-таки в этой школе больше опираются на психические симптомы, если мы не видим страх от смерти, тогда мы даем хину, когда сильная слабость. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тогда хина очень безопасный препарат. И эти препараты, они не имеют лептамицин. Соединение Дигиталис имеет лептамицин. В предыдущем администрации мы должны проверить. Бациленом не имеет лептамицин. Мы можем дать в безопасности. Бациленом не имеет лептамицин. У них нет враждующих препаратов. У хина есть враждующий Дигиталис. А бациленом и лептамицином они очень безопасны. Именно потому, что нет враждующих препаратов. В некоторых условиях, мы должны различить. Бациленом и Чайна. Или бациленом или антимтор. Бациленом и Чайна. Или бациленом и стептамицином. Иногда в каких-то состояниях приходится чередовать бациленом и хину. Или бациленом и стептамицином. Когда ремиды и температура не поднимается, симптомы и пациент чувствует лучше, но температура не поднимается даже с водой. Генерально мы предпринимаем стептомисение. Так получается в случаях, когда мы даем бацелину, и человеку лучше, у него самочувствие лучше, аппетит лучше, но температура никак не развивается. Тогда мы можем дать ему стептомицину после бацелина. А когда у нас легочные жалобы? Комбинируется с жалобами на всякие железы. Например, когда не только со стороны легких есть кашель, но также болит горло и гланды раздулись. Или подчелюстные лимфатические узлы раздулись. То есть, когда есть сочетание легких и желез, тогда мы даем суберкулинум. И в бацелином хорошо использовать в случаях бронхиальной астмы. И в бацелину в таких случаях лучше работает на тех людях, у которых либо в истории был туберкулез, либо в семейной истории был туберкулез. И если он уничтожен, в любом случае, если у нас лакируется, и есть линия инфекции, то мы можем использовать эту медицину. Это безопасно. Это безопасно. И это производится на вредной таблице. К слову, Вы должны помочь на лакируете? в определенной миосе, потому что некоторые люди имеются в миосе, но не появились в миосе, которые имеются в их качестве. Если есть любые миосе, если есть телевизор, то это безопасно, и это стремительно зависит от сантастики. от этой активной кодиции, и потом вы можете продолжать с вашей жизни. Состояние простудное, которое с вовлечением легких или бронхов, то есть с кашлем, тогда лучше, если мы с помощью бацилина сначала снимем острое состояние, потом мы можем продолжать это антимиазматическое лечение, то есть он не противоречит с лечением других миазов. И даже обычно он не портит лечение, то есть мы дали какой-то хронический препарат, допустим, но потом человек заболел острым заболеванием, и как мы обычно делаем? Мы даем что-то, и предыдущий препарат перестает действовать. Но вот по наблюдениям вот этих диспансеров, бацилин не перебивает то лечение, исключением его. Причем туберкулина может повредить хроническому лечению, ну то есть может отменить предыдущий препарат, а бацилин не перебивает. Вода приготовлены почти с самого субстанции. Хотя это удивительно, потому что это практически та же субстанция. Но материал, который делают, практически тот же. Это удивительно. Это удивительно. Мисахстанцы. Аблисанцы. 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 Назад Мон surgery, как помните ли у них народ? И что-то есть? Оргент, если есть, то это не мог. В одномом случае, то, что, то в том случае, это было хорошо сооружение. когда лунг-тисю. Потому что, если в любом случае, это также показано в других условиях. Но это действует более эминентно, когда есть лунг-тисю. Это то, что доктор Ивия Мачерес говорит. Если как-то вовлечены легкие. При каком-то вовлечении легких. Если другие состояния мы лечим бацилином, но вовлечены легкие, а гораздо лучше действует именно бацилином. И во время эпидемии тоже, когда широко распространяется какой-то вирус, очень безопасно начинать именно с бацилином. Проверяемо, клинические, снова и снова. Потому что в спинных флусах, в бульдных флусах, даже в коронах, когда есть лунг-тисю. Эта лунг-тисю действует и спасает многих людей. Мы его проверяли во время всех эпидемий. Во время свиного гриппа и всякого другого гриппа. Во время ковида. Мы очень много его использовали. И он просто везде, где есть кашель, отлично действует. А у бацилином улучшение от тепла, от отдыха, от горизонтального положения. Когда человек лежит, отдыхает ему лучше. И при любых состояниях, когда много свиньи отхаркивается, тогда... Причем обычно препараты различаются по виду мокроты, по цвету мокроты, по консистенции. То есть на каждый случай свой препарат. Но бацилинум действует и на водянистую мокроту, и на толстую, вязкую мокроту, на коричневую, желтую, зеленую, белую, бесцветную. Действует на все. А, сюрпризово. 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 Потому что ни в одной материи медики вы не найдете этого. Потому что там совсем другие симптомы описываются о бацилинуме. Но так широко, как применяется она здесь, в диспансерах, нигде не применяется. И нигде нельзя найти вот то, что сейчас нам рассказывают о Нансо. Потому что, когда мы участвуем в колледже, этот МД не было так важно. Потому что в колледже, когда я учился, нам никогда не указывали, что этот препарат имеет какую-то такую важность. То есть туберкулином гораздо больше обычно изучается, используется. И тогда, когда мы приходим к клинической части, то это больше используется, чем у других. В наших клиниках мы используем гораздо больше бацилинума, чем туберкулинома. И в этих эпидемик-то случаях, первых человек у них будет много времени, что в туберкулином поле были дыры. И когда они тестировали, И когда мы лечим пацилину, мы видим чудеса. И когда мы видим чудеса при повторных тестах, как при повторной проверке крови, всяких рентгенов, то есть мы видим чудеса, которые делают это бацилином. То есть человек принимает бацилин, он повторно идет проверять кровь, допустим, и мы видим гигантские изменения. Так же было и во время ковида. Так же было при свином гриппе, при птичьем гриппе и при любом бирусе. Если есть кашель, если вовлечены легкие, тогда бацилин будет действовать совершенно магически. И если после назначения бацилином, после приема бацилином, а состояние остается, тогда нам придется собрать новые симптомы и дать все-таки препараты. Я думаю, что бацилином, если вовлечены, то есть ли вовлечены, то есть ли вовлечены, то есть ли вовлечены? Да, это не работает? Вовлечены, но здесь должны быть вовлечены. Вовлечены. Вовлечены, на 90%, вовлечены, будут вызовы уникальные симптомы. Если есть сигнал, то есть ли вовлечены, то есть ли вовлечены, что ли вовлечены. если она становится enlarged и древней, то также будет корректироваться. В таких случаях, также, это действие, потому что лунг тишу есть инвалид, но лучше получить правильный материал медикой от этого человека, после того, чтобы дать это. Это я понимаю, но для меня инвалидность лунг тиши это только инвалидность лунг. Пнеумония. Да, это инвалидность лунг тиши. Лунг тиши не инвалидность лунг тиши, но вы говорите, что если бронхи тиши будет много спутен, то басилизм будет хорошо. Да. Не только лунг тиши, а также бронхи. Если бронхи, а если бронхи, то басилизм будет активно, но если бронхи тиши это активно, то получится 100%. Но в остальных случаях это активно. но мы не знаем, если он выполняет его сакшен или нет. Хорошо. Тогда лучше сказать, что это лучшая медицинка в пневмонии. В пневмонии тоже, да. Что дальше? Потому что пневмония. Потому что пневмония в пневмонии, потому что если пневмония в пневмонии, не только пневмония, бронхиактезис, атилектезис. Есть много других условий. Бронхиактезис, атилектезис. Все эти условия в пневмонии в пневмонии. Пневмония, пневмония, пневмония. Пневмония, пневмония. Потому что она говорит, что бацилин работает хорошо тогда, когда вовлечена ткань легких. Но в моем представлении ткань легких вовлечена только при воспалении легких. Только при пневмонии. Но он говорит, что при бронхиактазах тоже хорошо работает. При сильных бронхитах тоже хорошо работает. Просто я представляю так себе, что при бронхитах ткань легких, она же не больна. Ну, в общем, что услышал, перевела. Плорал effusion. Коллекционный флюид в лунх. Также при плевритах, особенно когда там есть скопление жидкости, тоже хорошо помогает бацилин. Так же то, о чем мы вчера говорили. Ну, то есть, я так понимаю, вовлечение ткань легких это может быть и отек легких. То есть, если в легких как-то присутствует. А главное запомнить нужно, что если есть вот это вот слизь мокрота, когда вот мокроты много, тогда будет хорошо. А значит, вчера мы говорили про серьезные случаи. И вот сейчас начал Ананта рассказывать про случай, когда Ананта Кришна пришел к одному пациенту, который попал в эксидент. Ну, несчастный случай. Разбился в машине. Разбился в машине. И он был в хоме. И он был на вот этом аппарате. Искусственной вентиляции. Да, ИВЛ. И когда ему дали бацилин 10 000, у него функция легких улучшилась, он стал дышать сам, ему сняли этот ИВЛ, его сняли с ИВЛ. И к нему вернулось сознание, он был в хоме. К нему вернулось сознание, и к нему вернулось память. So, in any such conditions, the involvement of lung tissue is important. If it is there, then we can give safely the basin. В любых состояниях, которые лечат бацилином, важно, что вот эта вот легочная ткань как-то вовлечена. При коме она всегда вовлечена, мы знаем, да? Там застаивается жидкость. And in treating chronically also, when we treat chronic lung infections for many months or years, intracurrently we can use this bacillum whenever there is an acute condition. And when we treat chronic lung disease, when we treat it for many months or years, sometimes, as intracurrent, we can give bacillin. Intracurrent, мы помним, это тот препарат, который усиливает действие основного препарата. But after the treatment with bacillinum, to complete the cure, it is better to give the indicated remedy or tuberculin. So, in tubercular conditions, mostly more than the other miasms, you will have frequently these lung-related problems, sinus-related problems. Обычно проблемы с легкими и с кашлем, они возникают у тех, у кого есть суберкулиновая миазма. Чаще всего. Это дети, у которых все простуды заканчиваются кашлем. Of course, in tropical countries. Because in cold countries anyhow, many people are affected with colds because of the climate. Isn't it? Because in tropical countries, if the patient is repeatedly getting the infections around the lungs and sinus tissues, then we have to consider that there may be this tubercular origin in his miasms. That is what I am differentiating. In tropical countries, it is 90% due to tubercular miasm in the background. In cold countries, we have to see. Because the people are exposing to so much cold, the children are exposing to so much cold, they get frequent colds. Then we have to differentiate the miasm. But generally, in tropical countries like India, in the hot climate, if the patient is repeatedly getting the lung tissue, then it is 90% due to tubercular miasm. I guess the same in our country. Because the cold in our country also, it can go to north, or to throat, or to... First, there are two. There is a classification. In hot countries, repeated infections. No, no. You just first understand, then you translate. In tropical, in hot countries, repeated lung infections. In cold countries, repeated lung infections. In cold countries, repeated lung infections, may be due to exposure to so much cold. Instead of it also, if they are repeatedly getting these lung infections, means 90% this is tubercular. In cold countries, this may be any miasm. Because of weakness they are. Okay. Значит, what this tuberculinous miasm, on, 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 there are people, who have the people who care about to be on a prostitute, if it's talking about tropic. I tried to go there to hell, but he is, he is not willing. So, I suppose he says in our country, it may be a other miasm. Because at least a cold time, too much weight. We are going to have a cold. И поэтому может быть и с другой мер, даже если я кашляю. Но в тропиках точно, потому что здесь холода нет, поэтому если люди со лёгкими заболевают, то это точно туберполиноника. Окей, я перевернула, что ты говорила. Ты понимаешь или нет? Да, по-своему я поняла. Но я тоже имею в виду. Да, потому что, видимо, на сегодняшний день, это более комменные миазмы, потому что инстабильность для всех. Да, потому что много миазм, но комбинация, это только комбинация, но комбинация, но комбинация. И также, потому что люди, уже с детства, они эти изменения, которые бывают в годах, в которой мы сейчас прошли. Ну да. Она заскрашивала, ну ты сама-то хоть поняла, о чём я говорю. Я говорю, да я прекрасно поняла, но у меня же тоже есть мнение. Он смеёт. Он говорит, ну ты права в том плане, что сейчас действительно очень много туберкулиновых миазмов, особенно у детей, вот сегодняшних. Потому что у них вот нет, ну то есть вот этот вот, у них гипердинамия, там все эти синдромы, дефицита внимания, это всё указывает на туберкулину. Вот, и потом туберкулиновый биазм, это комбинация миазмов, нескольких, двух или трёх. Поэтому сейчас, когда у нас их уже слишком много, да, много туберкулиновых миазмов. когда я спросил, почему, я думаю, что нужно изменять. Это странно. Ананда говорит, если раньше, несколько там, пару десятилетий назад, у нас было так, ну либо у тебя есть работа, и тогда ты работаешь всю жизнь, либо у тебя нет работы там, тогда ты ищешься. Сейчас очень много стало айтишников, и когда они там получили образование, поработали два-три месяца или два-три года, и говорят, хочу поменять работу, ну вообще, кардинально. А зачем, Саша? Ну как-то хочется изменений. Вот это туберкулиновые миазмы, да, это туберкулиновые миазмы. Как-то хочется изменений. Everything is like that, because, see, also, you may observe it, because in previous times, when there is television in first versions, so, if we put one channel, we see it in the end, in my childhood, but now it's remote. Nobody is watching that program, it won't change things. There is a question from the audience. There is a question from the audience. there is a question from the audience. there is a question from the audience who is in the audience. I know it's a question from the audience. Yes. The question is, for how many generations У Мастера есть статистику по этому поводу. Если у Мастера есть нижний, то есть и нижний, то есть нижний. В 7-й генерации нет детей, и у нас есть неудачащие. Если не восприятия хомиопатами. Если не восприятия хомиопатами. Мастер говорил, что миазм продолжается 7 поколений, но заканчивается он просто окончанием рода. То есть у 7-го поколения не будет детей. Может быть в этом секрет того, что сейчас бесплодие растет вот так. Может быть это объяснение того, что сейчас стерилизм идет вот так. Да, да. Как... Как Хималая. Как Хималая, да. И она спросит, что это только туберкуло-маязм или любое маязм? Нет, любое маязм. Любое маязм. Потому что природа знает лучше, чем нас. И она имеет свою защиту. При условии, что мы не лечим правильно. Правильное лечение это когда не подавляется. Так вот. Так происходит, потому что у природы есть свои защитные механизмы. И она ограждает себя от порченного продукта. Так вот. Так что у людей может быть, что они использовали IVF и так много других методов для детей. Но мы знаем, что это с аксессуровой. Это только 30% или менее. 30%? А, нет, окей. Конечно, человек в своем высокомере думает, что ничего, мы справимся. Мы придумали, значит, это ЭКО. Да. Но практика-то показывает, что ЭКО получается только в 30%. Выше еще никто не поднимался. Если очень сильно подавлялся, то да. Если не подавлялся, то многие же люди живут там. Я ответил, что я хочу проверить. Но я хочу проверить. Сорик майя, который очень старый. Сорик майя, который очень старый. Именно не найдет. Да. Ставь, не найдется, когда при frühопод自動 мультинства. Но отступила. Да. Что-то момент, там мы занимаемся. Мы примем людей. Мы назвали auditory. Но пока мы здесь. Анимace между ней. Но это не memоприруйтно. Потому что миру Husy. У нас нет. Да, но ассорийный маязм не может привести к генерации, потому что у нас есть много генераций, даже даже после ханиманта, у нас есть более чем 8 генераций. Потому что если маязм в севере форме, то это останется в 7th генерации. И очень много запрещено. Да, потому что в некоторых местах, когда человек, который может быть материалистичным, иногда будет изменение, и он может превратиться в сознании. Мы видим много людей так, потому что в некоторых моментах, есть изменение в сознании, без медицины, чтобы избежать остальных. Ну, естественно, не каждый случай. Очень серьезные, глубокие мязмы могут, если речь идет об ссоре, приводить к такому, или сильно подавленные. И на самом деле природа, она же также и поддерживает нас, поэтому иногда происходит изменение менталитета мгновенное. Человек, грешник, может стать святым там или очень. Ну, то есть, вот такие вещи происходят, и это тоже самозащита природы. Потому что это же миазма, это то, что поражает нашу грешность. Потому что в присутствии святого человека, наши муязмы не действуют. И в то время мы будем быть счастливыми. Вы обсуждаете в Среди Силаме, все присутствуют, счастливые, все в Среди Силаме. Спасибо, Анна. Среди святых людей, все поменяются тоже. Правда, это временно. Вы можете посмотреть на себя, вот в Си Силаме, первая фотография, последняя фотография. Все такие хорошие, такие спокойные, такие счастливые. И поэтому, когда уже, ну, грозит все вымиранием, тогда вот иногда бывает, что состояния эти как-то тормозятся вот такими способами, когда там изменяется сознание, и все. То что, все эти, когда мы возвращаемся, они все очень аналитики. Потому что исследования о такой стереотипе и годах, это ослабление в силу, и это подтверждение что, когда человеческое ощущение плохого, в М depuisий раз фильмов, со своей степени, после того, как он правил наиболее, повседнево с инсультацией. Исследования, прилипливо, изменение и впечатления, И всегда есть свет в группе людей, и это показывает свет, чтобы уходить в мире. То есть если мы изучаем разные эпохи, времена, то мы можем это наблюдать, что в какие-то моменты появляются группы людей, которые у них меняются сознания. И такое происходит. Потом идет это заражение, тоже хорошее заражение. Ум очищается. То есть такое происходит в течение времен для того, чтобы сохранилось человечество. На самом деле очень философский вопрос. Вы подумайте, что происходит на Западе, что происходит в мусульманских странах, и что происходит сейчас на Востоке. То есть просто можно сравнить. Это все легко. Что происходит на Западе? Там идет вообще просто вот так идет все. Если что. Это про людей или про что? То есть. Я говорю, что люди, которые выглядят знают, что. И я хотел бы просто сравнить, что сегодня в страны страны, и что в Индии, например, и что в мусульмах страны, просто сравнивать, как много детей родились. Да. Потому что в страны страны сейчас 17 гендеров, и только один гендер может дать birth. И 16 гендеров, они не могут дать. Да. Потому что у нас всегда есть... Потому что хороший фармар всегда будет видеть, что он лучший гендер. В таком случае, все мастеры работают для хорошего человечества каждый день. Даже в природе растений есть способы позитивной селекции, которые время от времени включают природу. Так что для человечества мастера тоже работают. Чтобы было все-таки, чтобы к кому дождаться и продолжать жизнь. Окей. Вернемся к басилину. Это тюберкл. Это тюберкл. Да, да. Сейчас. Я говорю, ну и что, погоню всех по целину, он начинает смеяться. Говорит, да, да, вот оно проявление. Тюберкл. Хочется еще о чем-нибудь поговорить. Давай. Да. Я. 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 У бациллина нет враждебных, враждующих препаратов мы это говорили уже. Таким образом, мы используем 30 потенцией в день, но мы используем 30 потенцией. И даже в высоком температуре? Да. И в воздух состоянии мы обычно используем 30 потенцией в бациллина для того, чтобы иметь возможность почаще повторять, потому что низкие потенции можно чаще повторять, а в воздух состоянии может понадобиться повторение. Я спросил даже при высокой температуре? Мы повторяем 3 часа, 6 часа, 9 часа, 12 часа, 12 часа, так же. И мы можем повторять 2 раза в день, 3 раза в день, даже 4 раза в день. Но в воздух, в зависимости от состояния. Окей. И в некоторых случаях мы переходим с трептомайзином, мы переходим с цейна, мы переходим с антим тартариком. Иногда мы по его череду с трептомайзином или хиной или антимониум тартариком. Вот. So, after completion of acute condition, there is no business for you to interfere the course of chronic treatment with these repeated doses. Only during acute fever cases or dangerous lung conditions. In remaining treatment, there is no necessity to really give every hourly or two hourly, six hourly. I couldn't understand. So, if we are having this chronic treatment, then? In chronic treatment, you should not repeat it daily, unless it is palliation. Yes. Yes. We know that in chronic treatment, we know that in chronic treatment, we rarely repeat it. We cannot repeat it so fast. But only if we talk about palliative treatment. When we are in the last stage of cancer, for example, we can repeat it in a few patients more often. Just to make it easier for the patient, when we are not able to do it. But in chronic treatment, we need to repeat it in a minimum. And sometimes after a dose, we also did not give any remedy for about six months or one year also. Those cases are also there. After giving Bacillin 200 or 1000 CH, then there is no necessity to give any other remedy. So, a boy brought us to our clinic, who is suffering with severe diarrhea. And then he used many remedies, many systems, all systems, homeopathy, allopathy, ayurveda and many places. Then he was labeled as Ipsis, he was having irritable bowel syndrome. So, whenever he got this diarrhea, they asked to use some antibiotic course. When we investigated him, investigation means not physical, in case taken. When we investigated him, investigation means not physical, in case taken. Then about six years ago, he suffered with tuberculosis, lung tuberculosis. Then he took anti-tubercular treatment in allopathy for about six months. And he was better for one year. Again, he got tuberculosis. Then again, he used for six months. And third time also, he got the same infection. And third time also, after one year, he suffered with the same lung tuberculosis. So, after this thorough treatment, then he started this irritable bowel syndrome. Then he lost his appetite. His tongue was whitish color with imprints of teeth. There is immaciation, weakness. Then every week, he used to get fever. And there is heartburn, burning in the bowels. Previously, he was in history. When we see, he was already given Nakswamika, Antimonium Prodome, Lycopodium, all kinds of things. But there is no much use. Then, with this history of repeated pulmonary tuberculosis infection, we gave Bacillium 30 every day two doses. So, after four days, he has one day without this IBS. Without diarrhea. Yeah, without diarrhea. And on the fourth day, he stopped diarrhea. So, in the second week, we asked him to continue the same. And on the second week, we continued the same treatment. Then he was better. There, only the number of passing stools was reduced to two or three per day. And in the third week, we have given Bacillium 30 every day, only one dose. So, there was much betterment, only two times he used to pass. So, after that, we gave him weekly once. Then he got appetite, his appetite was improved, his weakness was better. He could do his own work. He could do his own work. Then he started to get irritation, anger. Then we have given a weak gap without any medicine. A weak gap without Bacillium and without any main dose. We kept him only tissue salts for one week. Then we have given Naksvomika. Then there was much betterment. So, previously also, he got this Naksvomika symptoms, but it does not help. But after giving Bacillium and there is improvement in his vitality and his acute condition of diarrhea, then Naksvomika acted well. So, after two weeks, he went to a function, he had good meal and then he again started diarrhea. He attended a function and he ate all the things in the function and then he started diarrhea again. In India, we are very fond of eating very tasty food. So, whenever he got good vitality, he used to eat. Then again, we have given Bacillium 200 CH. But there is no improvement. Then we have given Naksvomika intracurrently and then we have given daily dose of Bacillium 30 again. Luckily, he responded and he had good betterment. And I strongly recommend that person not to eat outside food. Please be in home until you get rid of this permanently. Because if third time it relaxes, then it will be difficult for us to eat. So, after improvement we have given him Bacillium 200 CH. For about six months he was okay. Then he got fever, high fever and then he went to hospital and used antibiotics. Again he got this diarrhea. And again we came to our basics, we have given Bacillium 30 CH because this is only palliation. All the damage was done to his constitution. And the permanent cure is not possible in this case. Only after palliation he is feeling better for some time. And any triggering factor of his health, then he is falling in the same lines of this health. It is his diarrhea and diabetes. But luckily he responded again. And his condition was better again. Then we again warned him. Please, if you get any acute condition, let us know. If there is necessary, we will only send you to all of it. So, he was very, very, very well improved. His weight was gained. And his vitality was also improved. He was good. He is going to job. Everything was fine. Whenever he used to get fever, with every time fever, he used to get diarrhea. And with this diarrhea, Bacillium 200 CH, he was okay. And he is going to normal routine. That is how. Till now he is getting on. Now it is four years. He is okay. Now how many years? Now it is four years running after he came to us. Four? Four. 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 From done. Two. Three. So now we got his matera medical because he used to have so much anxiety for everything. he's a anxiety anxious for the journey anxious for examination and he used to get anxious dreams and he is craving for sweet this is not made a medical after he got after he got to his normal routine then in a in investigate further investigation we came to know that he used to have such a kind of high degree of anxiety to everything I thought you you came back to Basin okay we're going to continue about him and patient on you, yes? yeah we're going to continue about him and patient on him okay, we are going to continue on about the same guy then, while we treat him, we learned that he's very afraid of any other way if he needs to go to exam, he's very afraid of any kind of trip he's very afraid of any trip, he's very afraid of some kind of trip У него какие-то беспокойные сны при этом появляются, то есть он даже во сне беспокоится. So the point is, after dealing with Bacillam, the patient will get to his original existing symptoms. Because the occurrence of previous symptoms is one of the lines of cure, positive lines. So this, Herring's loss of cure. So this Bacillam has this ability also that what surprised me because we are not giving any other really deep acting remedies. But only with this Bacillam, he got relief and he is exhibiting his previous symptoms. That means he was slowly improving. We do not know how it stands, but he is very good right now. So this is about something, something very little about Bacillam and its uses. And so in any conditions, if it has either history of lung tissue or existing lung tissue, then this Bacillam acts wonderfully to regain his strength also, his vitality also. So, like China, like Arsenic Album, it is active. Because it is not there in Materia Medica, clinically we know that it is acting so well. So, like we know that if we have a disease, we know that in history there were these disease, or now there are some disease. And then Bacillam, it is the type of medicine, which, like Hinii, like Arsenic Album, can return to life's strength in normal reaction. That means it will return to life's strength in normal reaction. Okay. So, thank you all for giving me such an opportunity to read my remedies once again and refresh my knowledge. And I thank you all for being here. After so many years it is a very pleasure. I feel very happy to see you. And I pray to Master with heart to make us, make our brotherhood helping each other. This time I could not come to Shri-Sei-Lam, but still I thank Master for giving us this wonderful technology to see each other and share our knowledge. And thank you all for listening so patiently and carefully. Thank you all for listening. Thank you all. See you again. Thank you all. See you again. Thank you so much for all this knowledge which you are sharing with us. Thank you so much that you are in your very busy schedule you can find this time. And now our people want to tell you hi. Vasudeva. 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 So, Linda, I miss your son this time, Arthur. Yeah. Pastor Deva, we hope we meet again this year, sometime in the future. Thank you so much. Thank you. Also, personal, thank you from me, because every time when I'm feeling confused, I can write to you and ask your suggestion, your advice. So, it is so much, so precious. Thank you. And we hope that next year you will be able to join us physically in spite of these wonderful technologies. Yes. Because it is always better. Yeah. But this way is also very good. Thank you so much. Awesome. Pastor Deva. No problem.